Мы находимся в машинном зале, где расположены пять сетевых насосов, которые подают воду в город. Из пяти насосов, один в ремонте, оборудование в рабочем состоянии, но порядком изношенной требует замены. Водозаборный узел номер один был построен еще в 64-м году. Он снабжает водой девять социальных объектов – первый, второй, третий и восьмой микрорайона Одинцова, часть гусарской баллады. Правда, назвать воду, льющуюся из крана, чистой их жители вряд ли могут. Пока это мутный коктейль с добавлением железа, фтора и примесей извести. Начнем с демонтажа старых помещений, но так как часть здания еще действующая, будем поэтапно. Часть демонтируем, возводим новые. В этом тоже есть определенная своя технология. Но у нас большой опыт в этом плане. Приступить к работам специалисты могут сразу после подписания муниципального контракта. Событие, которого ждали десятки тысяч жителей Одинцова, произошло прямо на объекте. К середине месяца там появится строительный городок, а затем и сами строители. Правильно я понимаю, что мы станцию не останавливаем? Нет, это один из сложностей проекта, что приходится работать на действующем объекте, который обеспечивает водой порядка 20 тысяч населения. Во время реконструкции объект продолжит функционировать, строители будут проводить работы поэтапно. Это займет чуть больше времени. Но неудобство потерпеть стоит, ведь в конечном итоге в квартирах Одинцовцев появится чистая вода. Вода будет чистая, в том числе и потому, что здесь появится новая станция очистки воды от всех примесей и от железа, которого у нас традиционно много в тех артезианских скважинах, которые были построены когда-то несколько десятилетий назад. За ходом работ будут внимательно следить. В режиме онлайн камеры уже установлены. По плану, чистая вода из кранов жителей Одинцова должна пойти до конца 2021 года. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.